Доброго времени суток. Пока вы там ковыряетесь в своих зеленках, дорогой человек занимается творчеством. Это искусство, когда ты в каком-то понимании процесса достигаешь, достигаешь чего-то достигаешь. Смотри, смотри, вот оно. Вот оно, видишь, как нужно сеять ювелирно. Троечка. Три клеточки. Да, это P80 штамм Шелдон. Ну а здесь это огонь. Это огонь. Это уже ювелирное искусство. Я вот, не было у меня никакого желания сейчас снимать какие-то кино, но просто, когда я вот это увидел, смотри. Это огонь. Это огонь. Здесь миллиарды клеток. Здесь миллиарды клеток самого мицелия. Смотри. Ну вот эта серия немножко чуть-чуть-чуть-чуть-чуть так вот похужее у нас получилось, потому что, ну, много нацверкали, набрызгали сюда клеток. Поэтому этот мицелий. Но это, дорогие мои, это огонь. Это просто огонь. Какой он классный. Вот. Тоже чудесный экземпляр. Удивительно. А, вот. Это подсвечивает. Смотрите, смотрите. Я поворачиваю. Нету. Поворачиваю. Вот. Так вот зарождается жизнь. Смотри как. Видишь? Ай, да. Вы знаете, просто иногда поражает вот эти моменты, когда поражает вот эти моменты, когда когда ты чувствуешь себя созидателем жизни. Смотри как. Смотри как. Смотри как. Видишь? Это Шелдон. Этот штамм Шелдон. Почему Шелдон? Потому что я отправлял в Штаты. В Соединенные Штаты Америки. Дим. Если у тебя что-то там не получилось, то ты меня извини. Ничего. На зеркало пенять, если рожа крива. Смотри. Вот он. Вот это твой Шелдон. Это однозначно просто я всегда повторяю вот эту фразу, что элемент лотереи в производстве мицелия никто не исключал. Вот я поймал вот эту клетку. Просто я ее нашел с хорошим ДНК. С хорошим генетическим кодом. Так. Ну, к примеру, да? Что там? Давайте попоем песен. А это что? Это да, это брак. А вот это тоже брак. Видите? полностью. Ну, вот. Ну, это то, что то, что вы там наблюдаете у себя в лабораториях. Вот, смотрите, как это выглядит. Ай, блин. Да. Действительно. Смотри. Сюда. А это М5. Это вообще отдельная история, да? Смотри, как. Такой у нас М5. Это тоже М5. Тоже М5, тоже Шелдон. Это тот штамм, который поехал в Штаты. Источником, то есть исходным материалом вот этого штамма был был штамм Киевского Института Ботаники. Нужно отдать им должное. То есть что-то они там накультивировали, что-то они там навыращивали. Как там у них получалось, так получалось. А вот здесь ну как левша это блоху подковал. Вот. А вот я его уже доработал. То есть это мой М5. То есть я его воспитываю уже года 3. Смотри какой. Видишь? Ты мне будешь рассказывать про К17? Будешь К17 выращивать? Выращивай. А я буду выращивать М5. вот. Смотри как. Я буду выращивать М5. Так. К17. Теперь смотри. Что мы дальше? А. Это П80. Теперь у нас здесь имеется что у нас еще будет? О. Смотри какая красотища. С первой попытки. А ну ка. Ну это вообще сумасшедший штамм. Это просто сумасшедший штамм. Смотри что творит. Видишь? Вот уже грибы. Он даже не успел разрастись. Вот все уже грибы уже пробирки. вот. Отличненький. Это грицей. Грицей. Отличнейший вот этот грицей. Просто присматриваюсь. Ну он просто сумасшедший. Я не знаю почему он на яблоне его прививал. Почему он у меня на яблоне не привился. я даже не знаю что вам сказать. Потому что по скорости роста это просто какой-то огонь. Вообще. Так. Смотрим дальше. Шиитаки. Шиитаки что-то надо сказать. Надо поискать что-то получше. Мне кажется что он дохленький какой-то. Это однозначно что клетки шиитаки ну вот сейчас покажу. Это однозначно что это клетки шиитаки это не плесень. То есть засеяно стерильно вот в пробирке. Но это из шприца где-то я мне кажется я в разработку бы вот такое не пускал. Вот обратите внимание. Вялый такой вот вялый текущий процесс как в медицине называется. Вялый текущий процесс. Видите? Вот это вялый текущий процесс. Вот. А есть еще отдельная тема которая о смотрите какой о японский опенок видите какой огненный штамм вот задайте мне вопрос почему я до сих пор просто напросто вот этого японского опенка не сделал просто на блоках даже на той же соломе. Скажите мне почему до сих пор не мог налепить мицелия и просто на соломе посеять. вот а это беда 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 ага вот ну это ну вот это та хрень которую вы наблюдаете у себя в лабораториях вот какие-то значит поиски черной кошки в темной комнате особенно если ее там нет ну вот что-то там разводили какой-то шампиньон ну из гриба ну ну что это ну 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 вот что это вот что это это шампиньон или не шампиньон ну ну вот что это а дайте мне ответ вот на этот вопрос правильно какая-то херня вот ставим ее нафиг так теперь смотрите ну бывает и такое вот триходерма реально здесь здесь лаборатории не может быть чтобы без этого так ну и тут какие-то творческие изыскания честно говоря даже не знаю что это это я не знаю что это так а вот это о смотрите вот у нас есть такая ну просто качество съемки вообще просто отвратительное что-то берет фокус неизвестно что значит смотрите это вешенка лимонная ну довольно таки неплохо но засев такой получился очень массивный здесь вот а здесь что у нас давайте посмотрим а вот а вот так выглядит бракованный посеве вешенка вешенка розовая ну почему-то битая получилась видна вся серия даже я не знаю что вам и сказать не знаю что вам сказать вроде бы не все так просто ну-ка 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 значит розовая вешенка она характеризуется просто колоссальная такой агрессивностью к субстрату то есть розовая вешенка чтобы вы знали она плодовая тела дает где-то день на 12 с 12 дня да то есть даже меньше чем за 2 недели вот розовая вешенка и смотрите что она творит она непонятно что творит мне кажется что нужно будет разобраться в этом вопросе так а ну-ка интересно интересно ага это мы смотрели так и что-то там еще непонятно такая ситуация вот видите на маркировке что здесь написано шприц агар то есть это из шприца было сделан посел ну какие-то проблески жизни там есть посмотрим дальше смотри что здесь творит о вешенка розовая очень много засел сейчас подождите в камеру возьму оп о видите вот вот эти все блики которые есть на агаре ну как это сказать так массированное инфицирование агара вешенкой розовым я всегда предупреждаю что когда вы делаете посадку и вообще работаете с жидкими культурами то вы всегда должны понимать что обычно долго вообще стартует жидкая культура потому что ее ферментная система не готова к перетравливанию агара чтобы вы понимали поэтому она долго разрабатывает свою ферментную систему и в принципе для грибоводов которые значит собираются под себя делать мицелий то субстраты нужно варить именно на том именно на том материале вот мицелий именно производить на том материале на котором вы в дальнейшем будете производить сами грибы имеется ввиду потому что очень наивно полагать что грибы настолько глупые или настолько наивные там довольно таки хитро все у них устроено ну вот здесь что-то не вижу не проснулось о просыпается просыпается будет у нас розовая вешенка вот очень знаете нужно быть очень наивным человеком чтобы полагать что такая сложная материальная субстанция как грибы которая жила до нас которая живет вместе с нами и которая будет жить после нас очень нужно быть наивным чтобы полагать что такая сложная культура цепочка жизни внимание цепочка жизни ее не прерывалась иначе бы ее мы не имели на столе так надо очень недооценивать вот этот материал чтобы не понимать что он просто на миллионы может на миллиарды лет умнее нас